Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Журова Инна Александровна, я учитель-логопед, олигофренно-педагог, нейропсихолог. И сегодня мы с вами поговорим о мелкой моторике как средстве речевого развития детей дошкольного возраста. Как сказал Эммануил Кант, рука это вышедший наружу мозг. Физиологами доказано, что примерно третью часть площади двигательной проекции головного мозга занимает проекция кисти руки, которая расположена в непосредственной близости от речевого визона коры головного мозга. Именно это позволяет нам с вами рассматривать кисть руки как орган речи. Предположение о влиянии движений пальцев рук на формирование речевой функции у ребенка небезосновательна, поскольку связь развития речи с развитием мелкой моторики доказана многими учеными. Такими как Лурия, Вехтерев, Кольцова, Выгодский и так далее. Физиолог Сеченов связывал двигательные функции человека с функциями высших отделов центральной нервной системы. Он отмечал, что все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению. Известный исследователь Кольцова пишет, движения пальцев рук исторически в ходе развития человечества оказались тесно связанными с речевой функцией. Почему же человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто помогает себе жестами? И наоборот, почему ребенок, сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает себе, непроизвольно высовывая язык? Известный физиолог Павлов считал, что руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга. Можно сделать вывод – начало развития мышления дает рука. Почему же так важно для детей развитие мелкой моторики? Исследования доказывают, что если ребенок производит ритмичные движения пальцами правой руки, то в левом полушарии мозга у него происходит усиление электромагнитных колебаний в лобной и височных зонах коры головного мозга, где находятся речевые центры. То же самое происходит в правом полушарии при выполнении ритмичных движений пальцев левой руки. Это позволяет говорить нам о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Биоманипулярные движения рук развивают у ребенка мышечную умелость, являются средством повышения работоспособности коры головного мозга. Формирование и совершенствование тонкой моторики и кистей пальцев рук стимулирует развитие всех психических функций. Мелкая моторика – это совокупность координированных действий мышечной, костной и нервной систем человека, зачастую в сочетании с зрительной системой выполнения мелких точных движений кистями и пальцами рук и ног. Она взаимосвязана с такими свойствами сознания, как оптико-пространственное восприятие, мышление, воображение, память, речь. У детей с проблемами в речевом развитии очень часто наблюдается недостаточность двигательной активности, в том числе и плохая координация мелкой моторики пальцев рук. Учеными доказано, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной точности. Уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Система работы для развития мелкой моторики обязательно должна быть включена в комплекс коррекционных мероприятий, в группах компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения для детей с речевыми нарушениями. Эти упражнения должны обязательно использовать и родители в своих домашних занятиях с малышами. Опыт показывает, что упражнения для развития мелкой моторики выполняются с акцентом на сохранные анализаторы, в частности на осизание, то их эффективность увеличивается в несколько раз. Игры на развитие мелкой моторики дают возможность развивать мышечные и тактильные ощущения, расширяют кругозор, стимулируют развитие творческого воображения. Благодаря таким играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления. У него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Для развития мелкой моторики в своей практике я использую как традиционные, так и нетрадиционные приемы. Какие традиционные приемы развития мелкой моторики известны? Это массаж рук. Несложная техника, способствующая более эффективному развитию мелкой моторики. Это массаж детских ладоней и пальцев. Можно произвольно гладить, массировать и вводить в разных направлениях своими пальцами по руке ребенка. И сочетать эти действия с веселыми стишками. Например, массаж из стихотворения «Солнышко». Предполагается прямолинейное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки, подушечками пальцев. Это лучи солнца. В это время проговаривается следующее стихотворение. «Солнышко лучами гладит нас, ласкает. Солнце, как и мама, лишь одно бывает». Дальше. Следующая игра «Сорока-белобока». Думаю, в принципе, вам достаточно известно. Предполагается здесь спиралевидное поглаживание тыльной и ладонной поверхности кисти руки, подушечками пальцев. И одновременно проговаривается следующее стихотворение. «Сорока-сорока, где была? Далеко. Дрова рубила, печку топила, воду носила, кашку варила, деток кормила». Следующее упражнение «Метели». Здесь предполагается зигзагообразное поглаживание. И проговаривание следующего текста. «Свистели метели, летели снега, стелила постели большая пурга. И было метелем совсем не до сна. Но утром взглянули на сад, в сугробы, в саду, как подушки летят». Следующее. Это закрывание крыши. Прекрасная тренировка для кистей завинчивать и, наоборот, развинчивать крышки, используя бутылки или банки разных форм и размеров. Вскоре при выполнении такого упражнения руки становятся ловкими. И эта увлекательная игра не наскучит детям. Следующее. Это лепка. Лепить из пластилина в поделке могут все дети. В зависимости от возраста и предпочтений, берем тесто, пластилин или глину. Для удобства используем доску. Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-пластичных образах. Каждый ребенок может создать свой собственный маленький пластилиновый или глиняный мир. Лепка приобщает малышей к прекрасному. Не только развивает мелкую моторику, но и развивает эстетический вкус. Позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Следующее. Это аппликация. Детям предлагаются безопасные ножницы, удобный клей-карандаш, картон и бумагу разных цветов. Несложно и интересно обучать ребенка созданию красивых композиций. Можно выстригать фигуры, такие как квадрат, круг и так далее. И наклеивать их в виде композиции. Изготавливать снежинки. Помимо моторики, аппликации развивают способность к творческому анализу, к творческому взгляду и пространственному мышлению. Следующее, о чем бы я хотела рассказать, это игры с бумагой. Для самых маленьких детей от 7 месяцев. Есть отличное занятие, которое можно, может надолго увлечь и прекрасно развить способность владеть руками. Упражнение может протекать, как изучение свойств бумаги. Ребенок может ее мять, рвать, бросать. При чтении книг, после уже года, пусть ребенок сам листает странички. Также можно изготавливать книжки своими руками. Это интеллектуальные игры с мелкими элементами. Это игры с пазлами и мозаикой. Использовать их нужно в соответствии с возрастом, конечно. Собирая пазлы и картинки из мозаики, регулярно мы тренируем еще и воображение. Дальше. Это всевозможные раскраски. У детей не только развивается мелкая моторика, но и фантазия, и интеллект. Когда они обводят в рабочих тетрадях контуры по пунктиру, раскрашивают, рисуют. Кроме освоения раскрасок, рекомендуется использование прописей. К нетрадиционным приемам развития мелкой моторики относятся игры и упражнения с использованием сухого бассейна. Использование природного материала. Это различные шишки, орехи, крупы, семена растений, песок, камни. Массаж с помощью мячика с уджог терапия. Эпликатора кузнецова или игольчатых ковриков. Применение различных бытовых предметов. Это прищепки, решетки, щетки, расчески, резинки для волос и многое другое. Здесь на что у каждого хватит фантазии. Нетрадиционный материал представляет широкие возможности для тренировки мелких мышц кисти рук в различных видах деятельности, носящих игровой характер. Помимо развития мелкой моторики и тонких дифференцированных движений пальцев, проведение упражнений с использованием стандартного оборудования, сопровождаемые еще и стихотворным текстом или выполняемые под музыку, направленные на решение следующих задач. Это формирование познавательной активности и творческого воображения детей, развитие зрительного, слухового восприятия, творческого воображения, развитие психических процессов, внимания, памяти, мышления, воображения, развитие просадической стороны речи, чувства темпа, ритма, силы голоса, дикции в родительности речи. Такие игры способствуют созданию положительного эмоционального фона, воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на занятия. Очень интересны детям игры с природным материалом. Он всегда доступен, не требует больших финансовых затрат, помогает снять эмоциональное напряжение у детей. Какие хочу предложить игры вам? Например, игры с еловыми шишками. Предлагаем ребенку стихотворение. Раз, два, три, четыре, пять. Шишку будем мы катать. Шишку будем мы катать. Раз, два, три, четыре, пять. Еловая шишка колет ладошки. Мы покатаем шишку немножко. Ребенку предлагается перекатывать шишку между ладонями до появления чувства приятного тепла и легкого покраснения. Также шишки можно сжимать и разжимать обеими руками одновременно или поочередно. Воздействовать на кончики пальцев и ладошки постукиванием или вращательными движениями. Прокатывание шишки от кончиков пальцев к запястью, локтю и обратно. Следующее. Это игры с горохом. Дети набирают в ладонь горох и зажимают его в кулачке. А потом высыпают его на картонную тарелочку по одной горошинке. И начинают пальчиками изображать, как курочки клюют горошек. Затем следует упражнение другой рукой. И в данной ситуации предлагается следующий стих. Это у меня в руках горошки. Я сжимаю их в ладошки. Высыпаю понемножко. Все горошки на дорожку. Будут курочки клевать. Раз, два, три, четыре, пять. Следующее. Это игры с фасолью. Дети опускают ладони в контейнер с фасолью. И перебирают фасоль в них, произнося следующий текст. Фасолевый бассейн ладошки опускаю. В фасолевом бассейне ладошки я купаю. В фасолевом бассейне так хочется нырнуть. В фасолевом бассейне чудесно отдохнуть. Аналогичные упражнения можно выполнять с грецкими орехами, сосновыми шишками, каштанами, косточками абрикоса или персиком. Следующее. Это игра с ледяными шариками. Дети достают из ведерка по два ледяных шарика. Зажимают по одному шарику в ладошки. Смотрят, как из ладошек капают капельки воды. При этом ритмично сжимают и разжимают кулачки и произносят текст следующего содержания. Он перед вами. Затем детям кладут шарики обратно в ведерко и опускают руки в мисочки с теплой водой. Очень нравится детям рисование на песке и крупах. На подносе ровным слоем мы насыпаем с вами песок или крупо. Здесь подходят манка, пшено, гречка, рис и другая крупа. Дети кончиками пальцев, ладошками, кулачками рисуют разные рисунки по образцу или словесные инструкции. Проговаривают стихотворения или пропевают различные песенки. Следующее. Это игры с камнями. На столе перед ребенком лежит пять морских камешков. На первые две строчки стихотворения дети ритмично нажимают на камешки пальчиками правой руки, начиная с большого. Затем сгребают их ладошкой и катают в кулачке. Потом передают камешки в левую ладошку и тоже катают в ней. И, наконец, выкладывают камешки из ладони на стол по одному. И проговаривается данное стихотворение. Раз, два, три, четыре, пять. Будем камешки считать, а потом сгребем ладошку и покрутим их немножко. Переложим, потрясем и опять считать начнем. Широкое распространение и успешное применение в логопедической практике нашел метод суджок-терапии. Использование тренажеров суджок совместно с работой по развитию мелкой моторики благотворно влияет на речевую активность детей. И положительно сказывается на коррекцию у них речевых нарушений. Детям предлагается выполнить движение в соответствии со стихотворным текстом. Раз, два, три, четыре, пять. Буду шарик я катать. По ладошке прокачу и ее пощекачу. Шар по кругу я катаю и ладошку разминаю. И по пальцам прокачу, каждый я пощекачу. Вверх-вниз, вверх-вниз, шар по пальчику катись. Сильно шарик я сожму, подержу и разомну. Также для самомассажа подушечек пальцев и ладоней рук можно использовать игольчатые коврики Лепко и аппликатор Кузнецова. Здесь используется техника игольчатого массажа. В игровой форме предлагаю ребенку положить руки на аппликатор. Причем такая игра может содержать задания, при которых ребенок по-разному касается игольчатого массажера. То полной ладошкой, то одним пальчиком, то еле-еле, то со значительным усилием. Прижимающий массаж подушечек пальцев с использованием колючего коврика Лепко. Проговариваете стихотворение, оно тоже перед вами на экране. Шел медведь к своей берлоге, распоткнулся на дороге, на пороге, извините. Видно, очень мало сил я на зиму накопил. Так подумал и пошел он на поиск диких пчел. Все медведи сладкоежки, любят есть медок без пешки. А наевшись без тревоги, до весны сопят в берлоге. Кисть одной руки лежит на коврике, ладонью вниз, пальцы разведены. Другая рука указательным пальцем по очереди прижимает каждый ноготь. На каждую строчку нажимаем на один палец. Также можно разнообразить эту деятельность. Предлагать, например, прошагать по дорожке, искать отдельные модули в сухом бассейне, в песке, емкости с водой. Также можно закреплять знания цвета, счета, предложно-поддержных конструкций. Делить слова на слоги и звуки, выкладывая схемы на столе из модулей массажера. И играть как в шашке. Следующее. Это игры с тренажером ежик. Из массажной щетки для волос можно изготовить тренажер ежик. К складной щетке прикрепить эластичную ленту, обеспечивающую плотное прилегание к ладони ребенка. Надев тренажер на одну руку, на одну ладонь, зубцами наружу, ребенок поглаживает, хлопает по второй ладоням. Можно надеть ежиков на обе руки и похлопать в ладоши. При этом хлопая проговаривать. Лапушки, лапушки, поиграйте в ладушки. Хлопайте в ладошки, вам дадут лепешки. Прекрасным орудием для развития пальцев и кисти рук является обычная хозяйственная прищепка. Их можно использовать как для закрепления навыка открывания прищепки, прикрепляя прищепки к любым предметам. Тарелки, картонки, картинки, добавление недостающих деталей, так и для проведения самомассажа подушечек пальцев. Проговариваем стихотворение. Сильно кусает котенок глупыш. Он думает, что это не палец, а мышь. Ну я же играю с тобою, малыш. А будешь кусаться? Скажу тебе, кыш. Бельевой прищепкой дети прищепляют ногтевые фаланги пальцев правой, а затем и левой руки на каждый ударный слоб. От большого пальца к мизинцу. Следующая игра. Солнышко. Ребенок получает желтый круг из картона или пластика, или картонную тарелку желтого цвета, и набор прищепок желтого цвета. Произнося текст, он ритмично прикрепляет прищепки по кругу. Проговаривается такое стихотворение. Есть у тарелки круглое донце. Похоже тарелка на желтое солнце. Лучики солнышку сделаю я, вот удивится мама моя. Бусы или четки, длинные бебуди, ребристые карандаши, зубная щетка, резинки для волос, платочки, шнурки, веревочки. Все это можно использовать для развития мелкой моторики. Доступность материала позволяет разнообразить работу логопеда. Игры с нетрадиционным оборудованием можно рекомендовать также и родителям для работы дома. Также хочу предложить вашему вниманию игры с решеткой для раковина. Проговаривается стихотворение. Шел по лесу добрый гном с разноцветным колпачком. Шел и песню напевал, и в развалочку шагал. Дети кладут решетку на колени или на стол и ходят указательным и средним пальцами по клеточкам решетки, делая шаг на каждый ударный слог. Двумя руками одновременно, либо поочередно. Дальше это игры с резинкой для волос. Проговаривается стихотворение. На пальце перстенек, он блестит, как огонек. Крутился, искрился, с пальчиков валился, назад возвратился. Надеваем и снимаем резинку на большой палец, на указательный, затем на средний, на безымянный, на мизинец. Это же стихотворение можно также использовать и с пружинками от мячика Суджо. Следующее это игры с кнопкой. Кнопку можно использовать любую. Проговаривается стихотворение. Шел и мне шутка, топ да топ, вдоль звериных тайных троп, но устал и сел на пень, и ему подняться лень. Нажимаем каждым пальцем, кроме большого, на любую кнопку. Нажим осуществляется на каждый ударный слог стихотворения. После двустища происходит смена рук. Следующее это игры с пробками. Необходимо взять пластмассовые пробки, крышки от бутылок, 4 штуки, и надеваем их как обувь на указательные и средние пальцы. И идем пальцами, как ножками, не отрывая от стола так называемую обувь, от поверхности. И получается такой несколько шаркающий звук. После каждого двустища происходит смена рук. Проговариваем вот данное стихотворение. Крышки пальчики обули, смело в них вперед шагнули и пошли по переулку на веселую прогулку. Пальцы словно балеринки, но одетые в ботинки. Каждый пальчик будто ножка, только шаркает немножко. Также в своей работе я использую крышки от фрута-няни. Попросила знакомых своих, кто пользуется, употребляет фрута-няни в пищу, чтобы они не выбрасывали, им не отдавали эти крышечки. Из крышек можно собирать различные конструкции. Довольно интересная задумка такая получается. Крышки выполнены в семи ярких цветах, чтобы малышам было интереснее с ними играть и собирать конструкции. Данная игровая деятельность может дать огромный толчок в развитии и познании, формировании самых разнообразных умений, сенсорной активации, всех органов чувств, пробудить интерес к конструированию, развитию творческого воображения. Кроме того, в своей работе я использую еще и пуговицы. Любой педагог знает, чтобы завоевать доверие ребенка, надо обладать чем-то сокровенным и недоступным для него в обычной жизни. И таким предметом у меня стала обыкновенная пуговица. Казалось бы, вроде бы ерунда, но дети в восторге. Большое разнообразие пуговиц нам позволяет использовать их как для коррекционных, так и для развивающих целей по ознакомлению и закреплению таких понятий, как цвет, форма, величина. Упражняясь пуговицами, ребенок развивает координацию движений, добиваясь точного выполнения, а также развивает усидчивость и произвольность психических процессов, развивает аудиальные, визуальные и кинестетические каналы восприятия. Так как упражнения выполняются в режиме «услышал, увидел, сделай». Пуговичная терапия достаточно проста в применении. Манипуляции с пуговицами не образуют пыль, не вызывают аллергии, не пачкаются. Ими нельзя уколоться и порезаться. Пуговицы легко моются, обрабатываются, как все пластмассовые игрушки. Приведу несколько примеров игр с пуговицами. Это поднимание пуговиц с помощью двух пальцев разных рук. Обратите внимание, переложить пуговицы из коробки на стол. При этом в процессе должны участвовать все пары одноименных пальцев обеих рук по очереди. Дальше усложняем. Сочетать в парах разные пальцы обеих рук. Например, пара указательный палец правой руки и мизинец левой руки. Также можно в эту игру играть на время. Кто за определенное время соберет больше пуговиц. Следующая игра – это расти пальчик. Большим пальцем двигаем пуговицу по фаланге пальца от ногтя к ладоням и обратно, заставляя расти, так скажем, расти каждый пальчик. Следующая игра – это подбери пуговицу. Необходимо подобрать пуговицу по размеру, цвету, соответствующему ей месту и картинке, шаблоне. Еще один пример. Например, нашиваем на плотный материал. Я использую ковролин, можно драпу. 16 пуговиц по 8 в 2 ряда. Ребенок ходит по ним указательным и средними пальцами обеих рук, наступая на пуговицы на каждый ударный слог стихотворения. Дойдя до конца двустиши, снова переходим к двум первым пуговицам. Предлагаю следующее стихотворение. Ходит цапля по болоту, на прогулку, на работу. Очень нужно цапля там взять еду своим птенцам. Очень полезно для развития мелкомоторики комкать какой-либо материал. Я использую в своей работе бумагу, либо носовой платок. Берем небольшой носовой платок за уголок и показываем ребенку, как целиком выбрать его в ладонь, используя пальцы только одной руки. Другая рука ни в коем случае не помогает. Потом предлагаем то же самое сделать ребенку. Сначала одной рукой, потом уже другой. А потом одновременно комкать и два платка двумя руками. Платки должны быть детскими, маленькими. И во время этого действия проговариваем следующее стихотворение. У меня живет проглот. Весь платок он спушил. Вот, сразу стало у проглота брюхо, как у бегемота. Дальше. Это игры со счетными палочками. Нам необходимо четыре счетные палочки. Они раскладываются на столе ребенка, перед ребенком, который берет их одноименными пальцами, от указательных к мизинцам. Пара пальцев берет одну палочку. И на каждую строчку по одной палочке. При этом проговаривается стихотворение. Очень длинный клюв у цапли. Вы длинней найдете вряд ли. Клювом мериться пришли аисты и журавли. Следующее это игры с бусами. Нам понадобятся бусы, вытянутые в нитку из 17 бусин. Центральная бусина большего размера или хотя бы другого цвета. Ребенок берет за края и одновременно обеими руками, перебирая по одной бусине, двигается к центру. На центральной бусине руки встречаются и начинают расходиться. Также перебирая по бусине, но уже в противоположные стороны. Бусины перебираются на ударные слоги. Проговаривается следующее стихотворение. Заяц и ежик навстречу друг другу. Шли по дорожке, по полю, по лугу. Встретились и разбежались они. Быстро бежали. Пойди догони. Не догонишь. Кроме этого, я еще очень люблю использовать эту игру, поскольку благодаря игр с бусинами, бусами у детей можно развивать пространственную ориентировку. Я отдельно заготавливаю карточки, на которых изображены бусины в определенном порядке. И предлагаю ребенку соорудить самостоятельно бусы согласно предложенной схеме. Очень многим детям это труднодоступно на самом деле. Но им очень нравится осуществлять эту деятельность. И потихоньку уже, честно скажу, приятно видеть, когда положительные результаты от этой деятельности налицо. И они правильно составляют сложные схемы. Дальше, следующее. Это игры. Извините, назад еще. Игры с пипеткой. Для этого упражнения вам понадобится пипетка и небольшие емкости для наливания жидкости. Всасывание пипеткой воды. Предлагается ребенку. Это упражнение развивает мелкие движения пальчиков и улучшает общую моторику. Дальше. Игры с пинцетом. Тоже использую в своей практике. В емкость пинцетом дети накладывают бусины, горох, пуговицы, любые другие мелкие предметы. Можно таким образом сортировать мелкие предметы. Сортировать каким образом? По цвету, по форме, размеру мелких предметов. И так далее. Также, еще в своей работе я использую игры с драколом. Нужно вырезать из картона какую-нибудь фигурку. После чего проделать драколом отверстие по краю этой фигурки. Теперь можно взять цветной шнурок или ленточку и продеть ее в отверстие. Также в своей работе я еще использую игры с коктейльными трубочками. Необходимо разрезать на мелкие кусочки разноцветные пластиковые трубочки для коктейля. Упражнение состоит в том, чтобы нанизывать на ниточку эти кусочки в определенной последовательности. Также я хочу представить вашему вниманию игры с конструктором Банчемс. Или по-другому его называют репейник. Эта увлекательная игрушка стала любимой для моих воспитанников. Они с огромным удовольствием конструируют интересные и забавные поделки, фигурки причудливых форм. А затем дети придумывают имена своим необычным героям и разыгрывают с ними различные истории. И с каждым днем творческий процесс захватывает детей все больше и больше. Хочу предложить вашему вниманию следующие игры с конструктором Банчемс. Первая игра называется «Туча». Ребенок получает детали конструктора синего цвета и лепит тучку. На протяжении работы произносится следующий текст. Это синяя подушка, не нашепчет сны на ушко. С ней приходит непогода и осенние невзгода. Мокрых пестрых листьев куча, потому что это туча. Дальше. Следующая игра называется «Пчела». Ребенок получает детали конструктора желтого и черного цветов, глазки, крылышки и произносится текст, при этом лепит пчелу. Проговаривается следующее стихотворение. Нектар и пыльцу собирает пчела. С утра до заката у пчелки дела. Пчела хлопотунья, пчела непоседа, накопит на меду, на пасеке деда. Банчемс развивает пространственное и образное мышление, фантазию. Облегчает знакомство детей с формой, цветом и материалом. Способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, развитию речи, воспитывает внимательность и усидчивость. Также хотела предложить вашему вниманию сенсорные кубики. Такая игрушка представляет собой куб, на грани которого расположены объемные предметы разных форм и оттенков. Или аппликация из всевозможных материалов. Для того, чтобы сделать сенсорный кубик своими руками, нам понадобятся небольшие кусочки ткани разных фактур и цветов. Синтепон или поролон. Декоративные элементы. Это различные пуговицы, гусины, ленточки, термонаклейки. Дальше утюг и швейная машинка. То есть, в принципе, это тоже достаточно легко сделать самим. Наиболее интересной из новых технологий мне показалась идея создания бизи-борда. Их можно сейчас приобрести в интернете, даже самим не делать. Бизи-борд – это развивающая доска, стенд или модуль. Со всевозможными кнопочками, замочками, щеколдами и так далее. Бизи-борда вообще называют даже волшебная доска, или чудо-доска. И это продукт системы Монте-Сори. Ведь именно итальянский педагог Мария Монте-Сори первая подала идею обучать детей через знакомство с предметами. А прототип бизи-борда был изготовлен аж даже в 1907 году самой Марии Монте-Сори. И она решила дать возможность детям поиграть с предметами, которым родители не подпускают детей. С такой игрушкой ребенок пополнит свой багаж знаниями, разовьет свои тактильные ощущения, будет способствовать развитию мелкой моторики, логики, мышления. Занимаясь бизи-бордом, дети знакомятся с бытовыми вещами, которые есть у него дома, но по каким-то причинам, понятным даже нам, родители не могут дать попользоваться этими вещами. Итак, доска бизи-борд не имеет каких-то возрастных ограничений. И заниматься с ней можно даже до школьного возраста, тренируя навыки, которые в дальнейшем пригодятся в быту. И параллельно еще игры с бизи-бордом развивают зоны мозга, отвечающие за речь. Таким образом. Следующее – это игры с липучками. Тоже очень нравится моим детям играть в эти игры. Игры с липучками способствуют развитию зрительного восприятия, мелкой моторики, памяти, речи, логического мышления. Игры с липучками способствуют развитию усидчивости. Игры эти наглядные, я их сама создаю. У меня есть ламинатор, принтер, ламинир. Липучки тоже можно купить. И достаточно просто сделать самим эти игры так, как нравится вам, и решать те задачи, которые вы считаете нужны. Благодаря этим играм дети вовлекаются в занятия, да, и происходит развитие не только мелкой моторики, но и сенсорики, речи, звуковой культуры, фонематики. Здесь уже, опять же, на что хватит вашей фантазии. Следующее – это игры с камешками Марблс. Вся жизнь ребенка, как вы знаете, это игра. И поэтому процесс обучения ребенка не может проходить без нее. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в игре. Применение камешков Марблс – это один из нетрадиционных приемов обучения, который интересен детям. И это универсальное пособие, которое представляет собой набор из камешков разного цвета, форма. Применение камешков Марблс достаточно многогранно. Это развитие тактильных ощущений, развитие мелкой моторики, координации рук, а также закрепление навыков звукового анализа. Дети с удовольствием поиграли с камешками и потрогали, и попробовали выкладывать различные рисунки. При использовании камешков Марблс у детей также обогащается словарный запас, развивается внимание, мышление, творческое воображение. И, что для меня очень важно, дети становятся более уверенными в себе и обогащаются положительными эмоциями. Какие можно использовать игры с камешками Марблс? Например, это графический диктант. Педагог дает инструкцию. Положите красный камешек в левый верхний угол, зеленый в правый верхний угол и так далее. Ребенок выполняет манипуляции с камешками в рамочке. И дальше уже предлагаем ребенку проверить, правильно ли он выполнил задание или нет по карточке. Следующая игра – это веселая змейка. Педагог уточняет, как ползет гусеница не по прямой линии, то вверх, то вниз, то быстро, а иногда медленно, иногда вперед. И затем диктует направление движения гусеницы. И ребенок выкладывает камешки в рамочку, сколько успеет до следующей инструкции. Проверяем полученную гусеницу. Следующая – найди и назови. У ребенка есть карточка с предметами разного цвета по темам. Например, можно 5 огурцов, 3 перца желтых, 4 моркови, 2 помидора. И один вопрос. Ребенок выкладывает марблс по количеству предметов и заданному цвету. Проговаривает. Какой цвет марблса есть еще в тарелочке? Фиолетовый. Угадай, какой овощ загадали под цифра 1? Баклажан. Выложим. Назови, каких овощей больше всего? И так далее. Следующая игра – расскажи про свой узор. Педагог предлагает детям выложить на листе в каждом секторе какие-либо картинки. И это может быть все, что угодно. Далее педагог предлагает каждому ребенку рассказать, что у него получилось. Педагог дает образец такого рассказа. В центре листа красный шарик – это ягодка. Справа от него зеленый листик. Ниже три камешка образуют сибирь. И так далее. Следующая игра – это зоркий глаз. Необходимо выложить пять любых камешков на первый ряд. Запомнить их последовательность. Закрыть глаза и повторить. Проговорить точнее. Дальше. Следующая. Строитель. Игра. Ребенку предлагается выложить из камешков какую-либо букву, цифру или какой-то предмет по контуру. Игра жадина. У ребенка есть картинки с предметами разного рода. Необходимо назвать предмет, определить род, вложить в рамочку камешек определенного цвета. Если мужской род, то камешек синего цвета. Если женский, то камешек красного цвета. И если средний, то желтого. В реальности игр очень много. С камешками Марблс. В принципе, тут тоже, насколько хватит вашей фантазии. Камешки и игры с ними очень нравятся детям. А игр еще придумать можно большое количество. Таким образом, игры с камнями совмещают в себе и приятное, и полезное занятие для развития детей. Еще забыла проговорить, когда рассказывала про пуговицы. Для себя тут сделала открытие. Нашла на Алиэкспресс пуговицы в виде фигурок различных. И попробовала, тоже заказала, попробовала с детьми. Эту игру с этими пуговицами можно использовать и в работе с неговоряшками. И предлагается ребенку назвать предмет, который он видит. Нанизать эту пуговицу, например, на шнурок. Осуществлять различные манипуляции с этими пуговицами. Вот, тоже детям понравилось, они в восторге. И я так поняла по их эмоциональным реакциям, что здесь неговорящие дети, что они хотят еще играть. Вот, вот таким образом. Искренне надеюсь, что мой опыт работы поможет вам в трудной, но увлекательной работе по коррекции речевых нарушений у детей. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok